Этот трюк называется барспинг, научиться делать его можно за год катания на BMX. А в целом, чтобы уверенно держаться на велосипеде и овладеть базовым набором трюков, вам понадобится 2-3 года. Но от падения это не застрахует. Кирилл, например, катается уже 8 лет. Вот я только что приехал и за 2 минуты просто размотался локти и коленки. Для любителей экстремальных средств передвижения в троевой столице прошли соревнования городского уровня. Лучших выбирали в трех категориях. Это BMX, кейборд и круговой самокат. Самому младшему участнику 7 лет. По словам организаторов, спорт среди детей на этих экоспорта в нашем городе растет с каждым годом. Только мест для катания мало. С парками проблема. И проблема основная в том, что грамотно построенных парков нет. У нас в городе были попытки построить парки, но все не то. Радиусы неправильные, углы неправильные, конструкции неправильные. Эти соревнования прошли в единственном в Бурналуле крытом скейт-парке. Мастерство участники демонстрировали на 10 трамплинах. Программу своего выступления каждый придумывал индивидуально. А судьи оценивали сложности качества исполнения трюков. Больше всего баллов давали за так называемые амплитудные трюки. Сложные амплитудные трюки с оборотами. Когда доска вращается, вращается сам самокат. Соревнования длились всего один день и объединили около 60 участников. Победители получили запчасти для своих самокатов и миксов и скейтбордов. Однако главная цель таких соревнований – обмен спортивным опытом для развития экстрима в Бурналуле. Иван Горбатов, Анатолий Фукс. Новости.